Чуть-чуть смешать. Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях финалисты национального отбора конкурса Евровидения 2016, участники группы Пурпурнато Смирина и Евгений Жепко. Первый вопрос, который очень интересует наших читателей, это почему решили принять участие в отборе и вообще какая цель участия? Ну, первоначальная цель участия вообще не ставилась. То есть, почему мы подали заявку? Потому что хотели, чтобы судьи или жюри, которые в общем прослушивают это все, просто послушали нашу композицию. То есть, мы были уверены, что формат конкурса не предполагает участие подобных групп, как мы, и что будет немного другой формат, скажем так, к какому привыкли, собственно, за многие годы. И полная неожиданность для нас была, когда нас позвали на, собственно, кастинг. И еще более неожиданность для нас была, когда нам сказали, что мы попали в этот вот полуфинал. И на полуфинале мы ставили перед собой задачу показать себя и познакомить более широкого слушателя и зрителя, ну, другую амбидорию, которая у нас никогда не была задействована, с нашим творчеством. И полнейшим чудом было и неожиданностью, что мы вышли в финал. Мы не ставили перед собой такой задачи. На самом деле, у нас не поменялись цели, но во время участия поменялось много отношений. Потому что в этом году совершенно удивительным образом альтернативная сцена каким-то образом прорвалась. Практически все участники, которые сейчас в финале, это представители альтернативной украинской сцены. И раньше для меня, ну, я даже представить, честно говоря, я не мог, что такой список артистов может быть на украинском национальном обои. Вот такое корпусное выведение. Да, и когда мы ехали на полуфинал, ну, я лично ехал с вещами, потому что я была полная уверенность, что мы соберем свои вести. Мы просто уехали. Да, то есть мы взяли с собой вещи на неделю, потому что мы были уверены, что я строил план на следующий день спокойно, и никто даже не думал, что нам придется оставаться до 21-го. Правда. Я, и если я еще могла надеяться и мечтать, что судьи дадут нам какую-то, ну, как-то оценят нас по достоинству, хотя я не думала, что настолько вот так вот тепло примут, то я была уверена абсолютно, вот тут на 100%, конечно, я там умоляла наших всех фанов и говорила везде в соцсетях, пожалуйста, дайте нам шанс, но я не ожидала, когда писали совершенно незнакомые люди, которые просто посмотрев Евровидение, они посхитились и решили отдать свой голос за нас. Вот это чудо полнейшее. И как пишут нам на Фейсбуке, что да, действительно недооценен был слушатель и зритель, даже нами, в принципе, потому что мы думали, что нас не поймут и не услышат. Но в этом году не только судьи, но и... Так я говорю не про судьи сейчас, говорю про зрителя. Я понимаю, что в этом году этот шаблон разорвали не только судьи, но и зрители. И наша песня, которая называется «We do change» какой-то оказалась говорящей, действительно, что действительно меняется, только даже мы и подумать не могли, что настолько быстро и так разительно всё меняется. То, что, вы знаете, мы вот ехали, там, такси, например, на машине и разговаривали там с водителем, он говорит, ой, вы такие красивые, разукрашенные, откуда это вы едете? Вот, и мы разговаривали, он говорит, ой, как хорошо, так надоело вот эта вот вся пластмасса, говорит, по всем этим музыкальным каналам. Уже хочется музыки, людям, наверное, уже не приелось это всё. И, наверное, действительно может быть так. Участвовать, наверное, не ваша была идея участвовать в Евровидении? Это организаторы вас пригласили, так? Нет. Нет, это была очень смешная история. Да, нас... Мы просто когда-нибудь были в туре, у нас заканчивался тур, и в это время мы как раз готовили релиз «We do change». Это релиз к новому альбому. И кто-то нам написал, и подумаешь, что тебе написали. Написали два разных письма с двух разных сторон. Один человек просто написал, что, типа, вот бы, блин, вы когда-нибудь вот поехали, так здорово было бы, если бы такая группа, как вы, представляла бы нас на Евровидении. Я говорю, ну, наверное, этого никогда не случится. Вот, а он говорит, ну, почему же сейчас вот идёт отбор, вот там вот тут вот конкурс какой-то, всё такое. Я говорю, ой, вы знаете, ну, нам ничего там не светит, поэтому мы даже и пытаться не будем. И через короткий промежуток времени кто-то снова написал, но уже нам то ли на почту, то ли, ну, кому-то, в общем, из нас, что, ребята, проходит отбор на Евровидении. Вот здесь, вот со ссылками там со всеми, с подробными, в общем, описанием того, что надо сделать. И мы посмотрели, подумали, что, в принципе, там, ну, просто нужно отнеслать песню, и всё. Прямо действительно ничего больше не нужно. И вот эта простота подкупила. То есть мы, и мы вот так вот и отправили. Ну, и мы ничего не теряем. Это был основной наш, как бы... Как бы потом было вас в участии. Да, то есть вообще совершенно вот просто... Зуберст. Конечно, культурные люди так, наверное, не выражаются, но на морозе вот. Ничего не скажешь. Совершенно... Без задних. Случайно. А, то есть до этого вы вообще там конкурсами интересовались, да? Эти... Ни одного победителя не знаете, да? Нет, ну, знаете, невозможно. Там шумиха вокруг бородатой девушки. Конечно же, всегда нас затрагивала. Там и рыбак, я помню, соскрип. Ну, то есть победителей, конечно, так или иначе, как-то оно доходило в вся шумиха. Ну, или каким-то образом узнавали, кто, например, от нашей страны едет. Я, как человек, интересующийся по бокалам, да, то мне, конечно, было интересно. То есть вот Влад Агневич мне очень... Думаю, такой диапазон большой. То есть приятно, что такая девушка красивая представляла нас. И... Ну, вот так вот, чтобы прям... Ну, не отценироваться. Да, да. Вот такой прям... Без фанатизма. А вообще помните ваши ощущения, когда вы прошли финал конкурса? Финал? Я не поняла даже. Мы вот стояли на сцене и зачитывали... Зачитали, что 6 баллов... Ну, то есть, когда 4 балла пошло Алоис, хотя я считала, что она займет третье место, я почти была в этом уверена. Я не поняла, что произошло. Потом 5 баллов кому-то. И когда зачитали 6 баллов Аркадию и Войтюку, у меня мозг пропустил эту информацию мимо. И я поворачиваюсь с девочком из Неангелов, и у Славы спрашиваю, говорю... Говорю, вот интересно, кому же 6 баллов достанется? А они такие, так 6 баллов же Войтюку уже. Я говорю, нет, говорю, еще же не 6. Они говорят, нет, уже 6. И в этот момент уже понятно, что все, трое, и это мы. И я вообще не поняла, что у меня какая-то очень замедленная была реакция. И это было очень забавно. На самом деле, это смешено, потому что, мне кажется, это уже в отдельных местах стало мемом каким-то... В официальной группе Евровидения, кажется, в официальной, я уже запутался. Да нет, это мы сделали... На жеребьевке мы сфотографировались. Я, Брюнаш Блондс, Джамала, Сансей и Хард Киз. Так случайно... На жеребьевке мы просто сидели все вместе, и как бы я познакомилась как раз только с Юлей Саниной, с Джамалой мы там только перекинулись парочкой слов, и говорим, ну, блин, давайте же все сфотографируемся. И мы все сфотографировались, и это так смешно, что, значит, так сфотографировались хорошенько, что все финалисты получились. Не обвиняю тебя, что мы-то узнали заранее, что вы выйдете. Нет, ну, кто-то по этому поводу уже шутил. Кто-то пошутил, да, но было совершенно порядно. Мы так жеребьевку тянули тоже. Есть фото меня с жеребьевки, где я супер радостная и счастливая вытягиваю. Я тянула вторая, и я вытянула двоечку, и я лично радовалась, потому что я вытянула вместе с Андреем в один день, и я думала, хай, как будет вместе. Ну, в общем, то есть, совершенно, знаете, не те мысли, которые должны быть у конкурентов, там, или еще что-то. То есть, все вообще как в жизни. Вот так происходит. А как вообще проходили кастинги на отборы? И вам удалось пообщаться с продюсерами, с членами жюри? И вам предлагали как-то поменять песню? Да. Музыку, слова? Меня удивило, ну, не только меня, мне кажется, это было обоюдное чувство, удивила атмосфера, потому что, как я понимаю, Константин Меладзе вместе с одним членами жюри, они прослушивали, если не все, то большую часть, это, честно говоря, огромнейший объем информации. Да, они же сказали, что 1500 заявок было. Ну, там часто они делили участников, послушали. Да, ну, то есть, в любом случае, огромный материал, и... И то, что мы по-честному, вот так вот, в эту 1500, и потом из 1500... 160... Нет, из этих 1560, хотя нам сказали, что 120, но 60 оказалось, и вот из этих 60-18, да, но вот 60 был кастинг, и все 60 послушал Меладзе. И я, например, когда нам сказали, приезжайте на кастинг, и будет Меладзе, я не поверила. Я подумала, ну, ладно, поедем, пускай послушают. И очень удивилась, когда зашла, и увидела действительно сидящего в оплоти Константина, и очень непринужденная обстановка. Ну, может быть, еще непринужденная была, потому что мы не надеялись ни на что, и как бы не пытались выгрызать ни у кого эту какую-то победу, или участие, поэтому мы совершенно расслабленно спели свою песню, не волновались, пообщались, и... Ну, просто кастинги на Семьбирь бывают разные. Ну, то есть, люди могут подходить, естественно, формально к кастингам, и большинство каких-то переводительных кастингов на любых других конкурсах, не будем знать каких, они бывают часто очень формальны. И это чудо, когда через эти формальные конкурсы пробиваются какие-то интересные... Ну, вот в данном случае... Ну, меня лично удивила какая-то искренняя заинтересованность в том, что происходит. Не конвейерность. Знаете, вот это было очень приятно. То есть, не было такого... Так, ну, следующий вот... Ну, собственно, у конкурса вот такой дух и до нынешнего момента остался. Ну, и как я полагаю, это не есть нечто искусственное, а это определенные вещи и ценности, которые интересны и организаторам. Какой-то я вам что-то говорила на кастингах или до, перед выступлением? Ну, в дурцон... Нет, перед выступлением не говорил ничего, и до того мы уже никак не сталкивались до прямо вот... До сцены. Это второй раз, когда мы в Уиде, я, собственно, был. А там сказал, что... Попросил спеть акапелло. Я спела. Сказал, что необычный голос. Я с гордостью заявила, что я самоучка. Вместе. Сказал, что отлично, самоучки зачастую, собственно, являются обладателями каких-то необычных голосов. И сказал, что у нас очень медленно идет развитие в песне, в аранжировке. И что оно все прекрасно, все красиво, но больше подходит для домашнего какого-то прослушивания. А человек может просто не дождаться кульминации и переключить, потому что это телевизор и конкурс. И если мы можем как-то изменить аранжировку за неделю очень быстро и сделать ее более какой-то такой активной и больше развития добавить, то, пожалуйста, сделайте это и перешлите. А мы послушаем. И мы сделали, как нас попросили. Опять же, я говорила, Юджин, зачем? Ну ладно, давайте подводить все до конца. И потом нам позвонили и сказали, что мы куда-то прошли. А утром... Ну нам сказали, куда-то мы прошли. Ну, отлично. А утром я обнаруживаю вот этот... Мне присылают ссылку, куча восклицательных знаков. Я думаю, что это? Открываю и обнаруживаю, что мы в списке полуфиналистов. То есть тут ты просто там кастинг проходишь и ты уже такой в полуфинале. То есть я думала, что должно быть еще несколько этапов каких-то. И было, в общем, удивительно. Вы как финал отметили как-то? Да, собрались. Нет, мы постарались, но просто вообще было... Ну, мы все посыпали, да, такое. Мы собрались у одного из ребят, которые нас поддерживают, приходили. У Сережики и на дома. И смотрели, в общем, финалистов всех. Смотрели Евровидение. Нам стало любопытно, в общем, а кто же в каком году победил. И что же только в Евровидении. И что же это было. И нам стало интересно посмотреть выступления Аббы, например, на Евровидении. То есть мы там по стареньким прошлись. Да, капнули, капнули. Но было интересно. А слова Кэти не меняли? Только аранжировали, да? Ну, выкинули там парочку. Потому что нужно было еще и песню не только переаранжировать, но еще и укоротить. Потому что она была длиннее, чем надо. И мы ее, собственно, укоротили. А о чем эта песня вообще? Какой главный месседж? We do change. Ой, главный месседж... Ну, песня о переменах. Она не о дожде, как многие могли бы подумать. Она о переменах. И о том, насколько важно верить в близких людей, когда они особенно пытаются делать себя лучше, каким-то образом измениться в лучшую сторону. Это очень сложно. И еще сложнее, это непосильная задача становится, если вокруг тебя никто в тебя не верит. Что ты очень стараешься, но, конечно же, ты отступаешься по дороге и очень просто скатиться в старое, в общем. Поэтому это в первую очередь об этом. О вере в людей вокруг и о вере в себя. И еще это о том, что... Это песня о том, что сейчас такой бешеный информационный шум вокруг нас, что мы теряем связь со своим внутренним миром, в котором на самом деле есть все ответы на все наши вопросы. Нужно только остановиться и послушать. Но у нас даже возможности не всегда есть, чтобы сделать этот стоп и сделать мьют, и ничего не видеть, ничего не слышать, и послушать самого себя. И вот из-за этого мы поступаем очень часто незрело, скоропостижные, скорополитивные какие-то выводы делаем, спешим, спотыкаемся, падаем, конечно же, расстраиваемся, и даже не успеваем делать выводы о том, что вообще произошло где-то, и расти на собственных ошибках. Вот такой вот, в общем. Ну, это мое ощущение. Может быть, мы. Музыка, текст и вокал. Павел, номер будет как-то отличаться от того, который был в полуфинале? Будет отличаться. Новый костюм будет тоже? Да. Я, конечно, очень переживаю, что шапочки моей не будет, но я еще, может быть, ее отвоюю, потому что вдруг в ней моя сила, выставляете? Хотя меня все отговаривали, конечно, не надевая этот ужас на голову, а я считаю, что она волшебная. И у меня будет... Ну, как бы я вообще отличаюсь тем, что я могу надеть что-то такое, чего никто не надеет, не решится, скажем так. Но мы постараемся задействовать, собственно, ну, Раду Буквитару уже предложил свой вариант постановки. Мы пока обсуждаем там один маленький спорный момент. Ну, либо он будет исправлен, либо все будет как загадал Раду. То есть, в принципе, мы не противны, мы готовы довериться профессионалам, тем более, что мы по полуфиналу нам дали четко понять, что они делают красиво для всех. И это не важно, какой у тебя статус, был ты на телеке, раньше не был, то есть, это звезда, не звезда. Они работают на шоу, на картинку и на то, чтобы все максимально было круто и здорово. Поэтому, в принципе, мы доверяем. Команда очень хорошая, у всех прекрасное чувство вкуса. и шапочка моя была одобрена главным дизайнером шоу. Хотя я переживала и думала, что скажут «нет, ни в коем случае». Но все было одобрено. Сам отбор проходил в прямых эфирах, а каких-то казусов не было? Было такое, что что-то пошло не так во время прямого эфира, перед выступлением? У нас или у вас? Ну, у вас. Ну, или у других участников тоже. Знаете, на генеральном прогоне мне дали выключенный микрофон, я перепугалась ужасно, я не понимала, что мне делать. Я думала, что это я себя не слышу просто. И я думаю, так, я профессионал, я буду петь все равно. И такая, что-то пою, а потом смотрю по лицам, и снимаю наушник, и понимаю, что нигде меня нет. И потом мы такие на микрофон, а он выключен. И я всем мальчикам, техникам говорю, «Вы же мне микрофон только включите, пожалуйста!» А то будет очень переживательно. Но на эфире тьфу-тьфу-тьфу, все будет прекрасно. Я думаю, на самом деле, на больших проектах или это было, как кажется? Да, бывают. Прямо как я делаю, постоянно бывает. Да, бывают. Ну, рампы, не павели. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, да, все живые, без травмы, никто не споткнулся, там все хорошо. Платье не порвалось. С участниками второго тура общались? Есть ли дружба с участниками? Ну, сам с Эйм, конечно же, мы дружим, харьковские группы. Мы все очень дружны, очень радовались друг за друга. И мы познакомились еще с девочками из Джапанга, они очень положительные. Ну, знаете, это очень приятно, когда артист, он не пытается создавать положительный образ, а он очень вот излучает вот эту положительность. В Спринглс мы были все время в одной гримёрке, нас как-то объединили, тоже хатьковская группа. и там вообще много друзей, коллег. Еще Аркадий Войчук очень положительный, с Алоис мы тоже пообщались. Так, как будто я могла забыть, но с нянгелами только вот на сцене мы так столкнулись. Ну, они такие важные барышни, мы как бы не навязываемся. Вот. То есть те, кто... Именно дружат и дружат, это с Нэм Сансэ. Да. Вы до этого были с ней знакомы, да? Да, конечно, мы прямо очень давно знакомы. Я с детства фанат Пятницы. Я не склая, это я горжусь этим. Это очень забавная история, потому что, ну, мы просто ходили с Андреем за сцены, пока там эти все были паузы, и, в смысле, перед началом голосования долго ходили, обсуждали то, что, ну, как бы, ни у кого почему-то в голове не складывалось, что мы стоим, окей, на этой сцене, участвуем в Евровидении, и, в общем, выходили, смеялись, смеялись по этому поводу. Ну, что-то гонка какая-то, знаете. Ну, просто с Андреем мы отыграли, ну, собственно, наш первый концерт, который мы отыграли еще в 2008 году. Ну, в общем, у нас в начале, в нашем самом... В самом начале нашей концертной деятельности Андрей с нами отыграл, ну, он спел с нами две песни, по-моему, в концерте. Вот. И потому что Юджин был с ним знаком еще до нашей группы. И он режиссер кино и телевидения и снимал клип Андрею. А потом мы как-то показали ему вот то, что мы пишем песни, вот, сочиняем. И Андрей был первым компетентным лицом. Я, я по-нату по-прежнему была. То есть я на него смотрела умлеющими глазами и не могла вообще поверить, что звезда такого масштаба стоит передо мной. Ну, с годами немного упростилась, но я по-прежнему с большим уважением к нему отношусь. И он сказал, ребята, это круто. Я вообще поверить ушам своим не могла. То есть это сказка какая-то. И вот на самом деле его, наверное, оценка и вселила в нас какую-то веру в то, что это вообще может быть кому-то нужно. И что это может быть хорошо. Потому что ты же сам, когда что-то делаешь, можешь это очень часто недооценивать и считать, что это, ну, как-то обесценивать в общем свой талант. Ну, в общем, это было действительно забавно то, что 8 лет спустя в результате какой-то хаотичной жеребьевки и... Да, не сговариваясь, да, вдруг мы тут такие... В один день, наверное, и ты же. Да, или нет? Перст. Понимаешь, что опять... Ведет кто-то. Вот Василиса пишет, вы, наверное, в курсе, что сейчас поднялся скандал вокруг песни Сансей и его песня стопроцентно нарушает правила герновидения. Про Вашу песню тоже говорят, что ее публично исполняли до 1 сентября. На самом деле проблема в том, что люди редко читают правила. Да, мы прочитали правила тоже и Константин Меладзе тоже читал правила и в правилах написано по коммерческом релизе. коммерческий релиз нашей песни и песни Андрея состоялся осенью, наша, по-моему, даже зимой. В декабре. В декабре, да. В декабре. В декабре, да. Но... И там действительно написано, что не должна исполняться там публично, бла-бла-бла. И если там что-то, по-моему, три года назад это правило было очень жесткое и действительно никаких вообще поблажек, то сейчас при условии, что вы сообщили комитету Евровидения, судьи оповещены об этом, о прецедентах того, что песня исполнялась раньше на концертах, но коммерческого релиза не было, то есть мы ее не продавали, она не участвовала в никаких альбомах, в сборниках, нигде, нигде, нигде. Просто ты обязан об этом сообщить. А решение уже принимает комитет, Евровидение, там наверху, где-то, и если они считают, что нет, эта песня не подходит, то мы бы не смогли даже участвовать в отборе. И та же ситуация с Андреем. Люди просто копируют правила, то есть они не копают губы уже, они копируют правила с сайта СТБ, не читают на английском языке, не думают, что они прочитали, хотя там написано. И на английском языке тоже. Ну, к сожалению, людей интересует с кальдавы и расследования, но не прав. Дисквалификация находится без каких-то стандалов. Это уже традиция, ваше стандалов. Вот, то есть, сейчас данное правило немного упростилось, и никого не радуйтесь, не злорадствуйте, не дисквалифицируйтесь. Все будет хорошо. По этому поводу есть официальные заявления на следственной консультации Нагеладзе. В Константине Нагеладзе уже есть заявление, и что людям нужно, непонятно. Там работают профессионалы, поэтому, да, безвольник отпустили какую-то песню. Ну, дело в том, что этот момент обсуждался многократно юридическим отделом, естественно. До подписания каких-либо договоров, бумажек, потому что мы тоже не хотим подставить кого бы то ни было. Мы сразу же сообщили о всех вот этих моментах, потому что мы читали правила, и мы, опять же, я подчеркну, мы не надеялись никуда пройти, поэтому мы сильно как бы и не думали, что кому-то вообще станет это интересно, и кто-то полезет, и будет искать, и найдет. Понимаете, то есть люди, вы не тем занимаетесь, гордитесь тем, что вообще есть музыка у нас в стране, что вы понимаете, что многие группы, они существуют вопреки, вопреки всему, вообще просто, а злые языки вот так вот еще и пытаются ставить палки в колеса. Это же, это же, ну что это такое? Это не по-братски, мы же народ, мы должны гордиться своими представителями, и радоваться, и слушать музыку. Музыка должна объединять сердца, а не разжигать какие-то конфликты. Вот. Любите друг друга. Пожалуйста.